Добрый день! Колумнея крокотау. Вот это растение именно так и называется. Оно в России совсем недавно. Это житель тропических лесов Америки. Колумнея крокотау подвесная. Вид, который был получен селекционным путем из Колумнеи Банкса. Сегодня он один из самых популярных у цветоводов. Причиной такого названия стала ассоциация с одноименным вулканом. Буйное цветение неиспадающих поведов действительно напоминает извержение лавы. Цветки ярко-красные, трубчатые, расположенные в пазухах листьев. По одному или грозьями. Настоящее украшение растения. Листья Колумнеи крокотау насыщенного зеленого цвета. Они имеют ланцетовидную форму и располагаются на побегах супротивно. Их красивый оттенок является идеальным фоном для ярких цветков. Колумнею часто путают с ахинантусом и нематантусом. Эти растения близкие родственники. А учитывая наличие большого количества межвидовых гибридов, порой не так просто точно определить происхождение конкретного растения. Иногда случается и так, что продаются они под тем названием, которое известно и популярно. Например, цветок золотая рыбка. Вот нематантус часто продают именно под этим названием. Цветок золотая рыбка. Как комнатное растение, чаще всего выращивают Колумнею Банкса. Колумнея мелколистная и Колумнея славная. Еще два вида. Видите, ее лучше всего в подвешенном виде, конечно. Но можно поставить и на шкаф, и на горку. Лишь бы поближе к свету была. Считается, что Колумнея очень требовательное комнатное растение. Но на самом деле это не так. Ее можно выращивать в домашних условиях и радоваться ее цветению. Если не забывать, что она родом из тропиков. Яркий, но рассеянный свет, тепло и влага. Вот и все секреты выращивания. Проблемой можно считать только то, что не всегда удается обеспечить достаточно интенсивное освещение, и растение не хочет свистеть. Следует отметить, что современные гибриды проще в уходе, чем природные виды. Для хорошего роста и развития этому комнатному цветку требуется яркий рассеянный свет. Теплолюбивое растение боится холодных сквозняков. Не любит, когда слишком жарко. Летом на солнцеперке лучше не держать. В жару обеспечить проветривание. Колумнея эпифит из тропиков, поэтому влажность воздуха должна быть высокая. Нужно ли часто опрыскивать растение – это вопрос. Ответ зависит от опушенности листьев. Гладкие листья надо опрыскивать. Покрытые ворсинками – нежелательно. Лучше создавать водяной туман. Поливать желательно водой комнатной температуры. Молодые колумнеи пересаживают по мере роста перевалкой, стараясь не повредить корни. А взрослые растения не пересаживают. Это просто невозможно сделать при большой массе переплетающихся побегов. Когда растение зацветает, используйте специальное удобрение для цветущих растений. В конце осени, в начале зимы, в период закладки бутонов, колумнеи требуется период покоя, примерно полтора месяца. Вредители не очень любят это растение. При низкой влажности и недостатке полива желтеют, а впадают листья. А при переливе загнивают корни, вот что вызывает грибковое заболевание. Размножают колумнею верхушечными черенками, которые без особых проблем укореняются в воде. Укоренившиеся черенки сажают по нескольку штук в один горшок диаметром 8-10 сантиметров для создания красивого кустика. Красивая, конечно, вещь. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания!